Юнгий Уэлт, Германия, флот против Москвы, Йорк Крануэр, Юнгий Уэлт, Германия 5 сентября 2019 года Под немецким командованием, через 80 лет после того, как солдаты германского вермахта напали на Польшу и развязали Вторую мировую войну, на Балтике начались направленные против России осенние военно-морские маневры НАТО Северная берега, Нартернчистц Около 3000 военнослужащих из 18 государств в течение следующих двух недель будут упражняться в обеспечении безопасности морских путей между Киелем и датским островом Барнхольм Сценарий маневров исходит из того, что некое прибрежное Балтийское государство заявляет о территориальных претензиях на один из островов другого прибрежного государства и поэтому для его защиты начата военно-морская операция Так как в маневрах принимают участие все Балтийские государства кроме России, то условными захватчиками острова могут быть только воображаемые российские войска Самый большой контингент на маневры представил Бундесвер, 1300 военнослужащих, 8 кораблей и катеров, а также один самолет Кроме того, в учениях принимают участие саперы-подводники морского батальона из Экермферги По данным немецких ВМС всего в учениях задействованы 40 кораблей и катеров, 7 самолетов и 5 вертолетов Главная зона маневров – Датские и Балтийские проливы, где будут отрабатываться действия по разминированию, морские бои и операции против подводных лодок Северные берега и в этом году будут способствовать более тесной привязке стран, не входящих в НАТО, к Альянсу На этот раз в маневрах участвуют официально еще нейтральные государства – Швеция, Финляндия и Швейцария Они упражняются в военных действиях с 15 странами НАТО, а также с НАТОвским противоминным соединением СНМЦМГ-1 Благодаря кооперации Швеции и Финляндии со странами Альянса Балтика практически полностью стала внутренним морем Запада Побережье регионов вокруг Санкт-Петербурга и Калининграда оказалось таким образом в значительной степени изолированным Параллельно с началом маневров на Балтике вчера в Брюсселе государственный секретарь США Майкл Помпеев встретился с генеральным секретарем НАТО Янсом Сталтенбергом Они обсудили не только дальнейшее наращивание вооружений европейскими членами НАТО, но и продолжение войны в Афганистане Вашингтон стремится к заключению соглашения с войсками Талибана Организация запрещена в РФ, примечания редакторов, которые на днях значительно усилили свои наступательные действия Цель этих действий – оказать давление на войска США на Гендукуше В последнее время командование Западной коалиции вместе со своими союзниками сосредоточили на Гендукуше до 17 150 солдат Помпеев также встретился в Брюсселе с руководством будущей Еврокомиссии, в том числе с избранным председателем комиссии Урсулой фон дер Лиен Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ